посмотрите сколько туристов вроде как бы обычный понедельник уже люди приехали на первые свои отпуска заканчиваются школы детям нужно показать откуда появился микки маус это стандартная история то есть люди по программе как приезжают лос-анджелес ходят по голливуду потом едут диснейленд или там universal studios гуляет там в парке там конечно нет вопросов там все очень круто то есть для детей это большой большой такой вот видите сколько артистов различных тоже снимают свои блоги вот и для детей это на самом деле большое чудо то есть они при они понимают и чувствуют что они приезжают вместо где это все родилось где-то все появилось вы не представляете какая тут энергетика вот наверное даже люди перестают обращать внимание на энергию они просто ой точнее не на энергии они просто перестает обращать внимание на вот какую-то грязь так кстати баскетболист каждый день здесь я просто в шоке он вообще красавчик каждый день уже пять лет подряд развитие насколько люди преданность своему делу но и тем более я думаю что здесь можно даже так вот с мячиком фоткаться и зарабатывать там 500 долларов в день вообще без проблем вот так вот к теме почему голливуд до сих пор популярна но во-вторых не только то что здесь как бы грязь а очень важный момент то что энергия здесь она просто потрясающе она настолько творческая вас в голову как вот вот как я вижу находясь в разных уголках мира мне везде хочется разных вещей в голливуде мне хочется что-нибудь снять мне хочется чего-нибудь замутить какой-нибудь творческий проект понимаете о чем я говорю то есть здесь такие вибрации здесь такие маятники стоят если вы читали вадима зеланда то вы наверно понимаете о чем я говорю что вам хочется делать определенные вещи здесь хочется поверить в себя подумать о том что вы звезда известны или хотите им стать и просто наслаждаетесь вот этой вот этим ощущением вот этого творчества от этого какого-то мотивации но всем но не всем голливуд заходит вот не всем конечно же то есть голливуд это место именно для определенных людей то что не все готовы видеть вот этот этажную инфраструктуру дал такие вот домики они практически везде это даже бывшая как бы мексиканская часть мексики мексиканская земля и поэтому некоторые вещи здесь остались тех времен вот и поэтому это такая двухэтажная америка не всем заходит многие люди любят жить мегаполисе они переезжают нью-йорк допустим пробует майами так далее если какие-то вещи не устраивает они возвращаются в свою страну потому что для людей очень важно если они готовы тратить такие суммы они должны получать сполна то есть во многих странах намного дешевле жить чем жить чем в америке но особенно когда у них там с бизнесом не получается то конечно все отсюда уезжают и поверьте вот за последнее время там с 2000 20 года все стало намного сложнее и с работой особенно для иммигрантов и с возможностью получить документы то есть и многим людям приходится выживать на свои заработанные деньги которые они отложили которые хранили под подушками и вот здесь это очень быстро уходит и они с разочарованием уезжает отсюда вот поэтому если вас голливуд и лос-анджелес примет то он вас накормит напоить и спать уложит ну а если нет то ребята лучше здесь не задерживаться иначе вы получите очень плохой опыт вы должны реально брать идею при переезда сюда как свою собственную не чужую потому что голливуд известны потому что здесь клево или еще что то вы должны для себя четко понять почему вы сюда хотите переехать потому что не все с этим хотят мириться с таким качеством жизни но как бы здесь просто как бы конфетка такая для многих но для для всех это в красивой обложке поэтому я тех кто хочет получить конфетку нужно реально быть творческим человеком работать и вообще имейте дух для того чтобы выстроить успешный успех дальше у нас здесь есть несколько дополнительных музеев которые тоже известны без кстати есть я не ошибаюсь таира мамедова есть музей вот где-то в этих районах и еще него есть один египет мороженка а вот мы здесь таки закрыты что-то там пошло походу вот музей восковых фигур в принципе мадам туссо просто уже очень старый весь в основном только голливудские звезды вот один раз стоит туда сходить я думаю я думаю не пожалеете вот звезды мы уже не будем читать здесь уже все подряд пошли а вот классный музей а то что там был это гиннеса голливуд гиннес world records то есть там вы можете посмотреть всех чудиков которые когда-либо устраивали различные рекорды и попали в эту замечательную книгу вот видите кто-то чистит а ну то ребятки выстраивать звезды так и делают бизнес вот и по моему там стоит выложить ваше имя по 30 долларов с фотографии в общем люди крутятся как могут вот тоже интересный музей по моему а это вот музей иллюзии вот он по моему как раз таира мамедова музейчик на по моему это он дальше что у нас тут тут есть несколько клубов после вот этой аллеи центральной здесь уже они начинаются различные клубы некоторые из них закрылись во время падме и потому что аренда здесь высокая и людей не было и многие просто решили не рисковать и закрылись причем такие клубы которые много-много лет работали так что не все так сладко было в голливуде так но мы идем дальше да сколько тут всего я видел переведел здесь кстати тоже происходит в ноябре когда день благодарения закрывается перекрывается эта улица и здесь идет парад парата дня благодарения большие фигуры так ну может быть вы видели очень классное мероприятие она проходит самых больших городах а вот большие бизнес-компании организовывать его чтобы как бы плаву благодарить своих постанов своих клиентов за то что они у них есть не такой вот просто принцип работы в таком формате вот они туры туры в общем да та энергия которая в лос-анджелесе вот это уличная движуха вы конечно вряд ли где найдете поэтому многим хочется сюда приехать но я и думаю да один раз стоит сюда приехать а если понравится то можно здесь и задержаться вот и вот видите как все меняется сразу буквально мы отошли 3 минуты от центральной улицы и все поменялось все остались только магазинчики остались только сувениры и дальше клубы всякие различные продолжаются звезды которые уже никому не нужны вот и вы хотели бы где-нибудь на отшибе себе звезду много работе в индустрии вам где-нибудь так на отшибе дают звезду хотя многих у многих еще известных людей они открывали звезды на вайн-стрит это буквально десяти минутах отсюда и там тоже есть очень много известных людей вот поэтому звездная тропа продолжается и посмотрите на людей вот это вообще офигенно из какого типа людей приезжают в голливуд в основном это туристы детки и различные представители разных планов я сначала подумал что реальный полицейский потом быстренько опустил голову и план что ненастоящий уж трусах тут полиции не бывает и очень пахнет травой поскольку в калифорнии все легализовано в Голливуде это просто на каждом шагу будет вонять не забываем подписываться на канал ставить лайк пишите ваши комментарии у нас будут разыгрываться призы еще очень круто вот в этой части здесь находится очень много магазинов костюмов вот здесь люди на хэллоуин просто закупаются конкретно различными костюмами но из-за того что маразон уже всех переплюнул им приходится иногда туго особенно вне сезон они наверное даже перехвалифицируются в обычной в обычной там майки сувенир и так далее чтобы не терять клиента знаю я как бы знаете как бы плохо здесь не было в плане чистоты грязи бомжей я все равно люблю голливуд просто за то что это все равно столица это там где все зарождалось там где все эти эмоции люди получали вы все равно даже находясь вот в этой магнитной электромагнитной зоне вы чувствуете что вот эти эмоции которые люди испытывали свое время они как-то через вас так иногда проходят и ваших мыслях появляются какие-то картинки такие интересные вот особенно если вы что-то будете употреблять здесь поверьте здесь этого очень много всего и голливуд никогда не сможет сдвинуться в другую какую-то часть планеты да то есть столица вот даже как бы тут плохо все не было она все равно будет здесь в инди допустим есть свой болливуд но это другая история истоки всегда находится в одном месте или также как кремль нельзя перенести в другую часть сказать вот теперь кремль здесь будет находиться все фиксирует история абсолютно все и так друзья мы подходим на вайн-стрит и сейчас я вам покажу грубо говоря такой официальный конечный пункт голливуд бульвара где заканчиваются звезды и начинается типичная америка в особенности лос-анджелес ведь у нас что звездочки идут здесь в этой части города находится w-отель в котором очень часто останавливаются и звезды и те кто хотят в очень хороших условиях пожить погулять по городу там также есть одно здание где можно купить на комнату двухкомнатную трехкомнатную квартиру стоит это все конечно от миллиона долларов и так далее зависимости от площади сейчас это стоит 23 наверное но из-за того что в экономике произошел скачок инфляции потом процентной ставки фрс начала поднимать может быть в тех же и районах цена и осталась но вообще недвижимость за последние два-три года очень сильно взлетела в цене в калифорнии особенно в лос-анджелес из-за того что был отток людей во время пандемии в различные штаты такие как флорида техас здесь цены начали прыгать и сейчас уже очень сложно что-либо предсказать справа от нас находится а кстати давайте сначала про лево расскажу слева видите капитал рекорд да это то самое здание где избываются мечты всех музыкантов это музыкальные лейбл и просто центр продюсеров через которых прошли столько дисков столько демок просьбами пожалуйста возьмите меня вот и вот он центр да вот она такая круглая башенка которые сидят люди с толстыми кошельками большими умами а вот здесь вот слева от нас разрисованное такое здание это avalon клуб здесь выступают все топовые артисты из россии из снг все кто приезжают стараются выступление проводить в этом месте поскольку хозяева этого клуба это друзья основных организаторов русскоязычного комьюнити и вот здесь происходят самые известные концерты avalon клуб надеюсь ничего не изменилось тут как-то очень странно здесь все перестроили нет стоп мы до него не дошли еще это отель это отель если я не если мне память не не изменяет redberry называется или может быть он закрылся и переименовался тут тут по симпатемии очень много что изменилось вот сам клуб avalon эти уже такое пошарпанное здание прошло столько всего здесь всяких мероприятий и пандемия и все что хочешь здесь все это пережил этот клуб вот здесь происходят все самые известные концерты всех наших звезд давайте с вами пройдемся по войну вот это вот вайн стрит это грубо говоря черта граница голливудских звезд и вообще голливуд бульвара как такой туристической зоны видите мы теперь видим звезды параллельно дороге они спускаются потом туда на sunset sunset бульвар известный который потом отправляется в beverly hills где все известные рестораны заведения comedy club и все что вы слышали о sunset бульваре в кино может быть видели все это находится там вот видите все это в очень доступной зоне находится можно пешком все пройти буквально за час вот такой вот голливуд ребята да ничего сложного ничего такого экстраординарного поэтому если вы сюда хотите приехать не как говорится не томите ваши вот эти воображения ваши такие воздушные замки тем что здесь вы увидите просто какие-то блестящие дороги красные дорожки может быть какие-то ваши там фантазии были насчет того что вы просто будете ходить и звезды будут вам улыбаться говорить вам привет бывает редко бывает такое что вы можете звезд увидеть здесь в ресторанах в различных in and out ах иногда звезды могут себе такую практику сделать многие видят риану в in and out такая бургерная похоже на макдональдс вот джули робертс видят вот так вот просто случайно они стараются конечно не фоткаться но иногда людям везет вот здесь также вот слева здесь голливуд вайн это метро станция метро вы сможете даже из аэропорта сюда добраться на метро вот и вообще в принципе сейчас метро развилась и вы можете в любую точку уже лос-анджелеса доехать спокойно на метро вот так же одна станция как раз на голливуд бульваре прям следующее следующее здание после кодек театра вот поэтому не стесняемся путешествием на метро вместе с бомжами потому что здесь в основном люди ездят на машинах и без машины в лос-анджелесе это просто капец тут очень сложно без машины передвигаться из того что в основном общественных транспортах путешествуют люди низкой социальной не только ответственности но и ранга получается да вот принципе вот мы чуть чуть-чуть отошли от голливуда здесь особо уже ничего такого нету в основном это рестораны какие-то отели какие-то те же бомжики какие-то паркинги среднем паркинг здесь стоит 20 долларов то есть будьте готовы потратиться хорошо на паркинг особенно рядом с голливудом но знающие резиденты здесь знают где лучше всего парковаться а вот поэтому это без проблем ну и конечно сексуальное меньшинство тут во всех щелях таки вот поэтому не стесняемся не стесняемся приезжайте в голливуд смотреть на это все можете поплеваться даже никто ничего не скажет здесь свобода слова свобода самовыражения можете хоть в кенгуру одеться и ходить по голливуду вам никто ничего не скажет никто вас отсюда не заберет вот поэтому все ваши фантазии могут здесь реализоваться стоит ли жить в лос-анджелесе я думаю вопрос этот касается каждого человека лично и ответ на него может также каждый человек найти внутри себя много очень прекрасных мест все зависит от того на виду много очень прекрасных мест во всем мире вот я отъездил на болей в азию мелочи там тоже понравилось это все зависит от вас это все зависит от вас изменилась ли жизнь в лос-анджелесе за последние 10 лет до изменилась когда я приезжал здесь была более такая знаю более наверное меньше проблемная америка было очень много возможностей работы и в принципе я не испытывал каких-либо трудностей найти проекты познакомиться с новыми людьми получить фандинг на какой-либо проект сейчас не знаю у меня сейчас уже много-много своих отработанных клиентов иногда появляются новые но я сильно не почувствовал но те иммигранты которые приехали сейчас и после пандемии перед пандемией я думаю намного сложнее чем это было 10 лет назад вот поверьте вот поэтому если вы хотите попробовать приехать в лос-анджелес вы должны быть ко всему готовы абсолютно и финансовая подушка должна быть и обязательно вы должны знать что вы будете здесь делать просто так здесь сидеть вам будет очень дорого раньше вот представляете я платил за вот квартиру в которой я помнить мы заходили в начале я платил за нее вообще 1000 долларов представляете 1100 там еще двести сейчас она стоит 2 500 просто тот же самый то же самое качество ничего там ремонтов никаких не сделали просто 2 500 и все все крутись как хочешь инфляция это не инфляция просто тупо деньги дешевеют и все становится дороже но в основном конечно это жилье подорожил да в общем тут конечно персонажей так много что ходи и офигевай от того как люди самовыражаются и как они хотят выглядеть или чувствовать себя кстати вот там был магазин bad and beyond bad bad and beyond вот так назывался в той части вот и он недавно объявил банкротствует огромная сеть бытовой всякой истории для для дома всякие принадлежности просто обанкротился все закрылись все вот 1 июня была распродажа точнее до 1 июня была распродажа все полностью обанкротилась обанкротилась компания вот произошла ликвидация вот и сейчас эти помещения свободны для других бизнесов которые до сих пор еще не взяли это я сразу на это обратил внимание ну кстати здесь вот стоял болгарин тоже большая сеть типа как cvs фармаси это такие аптечные пункты где можно купить также небольшие продукты тоже видите закрылся дорого в голливуде из-за того что дорого не рентабельно вести бизнес не рентабельно ну и вот мы с вами на sunset бульваре вот там вот шарик арклайт синема значит он не обанкротился остался на месте и там до сих пор происходит премьера это очень круто и на этом я думаю ребята заканчиваем выпуск спасибо что были сегодня со мной это был голливуд таким какой он есть нигде вы такого материала не найдете в интернете который будет вам рассказывать как здесь все выглядит это правда не правда вот она настоящая правда мы с вами прошлись мы с вами посмотрели текущее состояние обстоятельств жизни людей вот и если вам понравилось по ощущению это место конечно же приезжайте приезжать вы получите огромное удовольствие помните что туризм и иммиграция это разные вещи поэтому туризм здесь просто на высшем уровне вы здесь найдете все океаны развлечения путешествия и вам очень будет хотеться просто проехать на кабриолете с открытой крышей по малибу вдохнуть этим воздухом встретить эти закаты и рассветы и просто почувствовать себя гривыской звездой с вами был я майкл подписываемся ставим лайк не стесняемся писать комментарии увидимся в следующем выпуске пока ну ребятки вот вам на десерт это трехбэдрумный апартмент за полторы тысячи долларов в месяц там есть свет кинотеатр домашний не знаю насчет души вы можете вот такое вот взять и спокойно жить неплохо у него даже камера есть нифига себе смотри прикол него камеры есть вот это чувак подготовился по-любому актере что такое зло